Смотрите, значит, какая тема сегодняшней лекции? Вам рассказывали упорно два занятия про всякий базовый синтаксис, но про что еще совершенно не говорили, это как вообще на питоне организовывать код. То есть фактически вся история про то, как вы сейчас программируете, это один огромный пай-файл, в котором, значит, напиханы функции, там вообще что угодно, код-код-код-код-код, это все работает. В принципе, понятно, что технически этого так или иначе достаточно, но сложно поверить, что реальные проекты так пишутся, потому что с одним файлом большим обычно куча проблем. Его не очень удобно распространять, не очень удобно смотреть за историей изменений, не знаю. Ну и в принципе это все довольно-таки достаточно нелепо. Ну и не говоря уже о том, что если вы хотите какую-то библиотеку подключить, понятно же, что вы ее не копируете себе в файлик, а кладете файл рядом. Ну то есть и, соответственно, должна быть какая-то модульная структура в языке, которая позволяет вам по файлам вашу программу разложить. Вообще во всех языках программирования, с которыми я знаком, это так или иначе поддерживается. Сложно поверить, что бывает как-то иначе. Ну и как вы, наверное, в принципе уже знаете, потому что формально вам еще не рассказывали, но вы не могли не заметить, в питоне есть ключевое слово импорт, которое как раз и отвечает за то, чтобы в один файл подтянуть логику из другого. Ну а на самом деле в каких-нибудь даже тестах к домашкам вы это видели все прекрасно. Вот импорт работает суперпрямолинейно. Прямолинейно вы пишите импорт, пробел, имя модуля, и он загружается. Это один из стандартных модулей, питон это sys, вот он на экране. Ну и значит после этого вы можете им спокойно пользоваться. Сразу рассмотрим такой вопрос, чисто подкапотно-технический. Что вообще значит загрузить модуль? Откуда питон знает их список, где он их берет? И вообще, ну вот если я говорю импорт sys, то где он его, этот sys будет искать? Вот действительно у питона есть просто список путей, где он ищет модули. Он сам хранится в sys пас, то есть можно посмотреть. Ну вот на моей машине это там какая-то анаконда, которой я пользуюсь, и там что-то у меня из хомяка. На вашей системе, скорее всего, список будет другой. Он определяется обычно автором пакета, который питон для вашей системы собирал. То есть если вы на Ubuntu говорите, обгет он стал питон, то у этого пакета питон, ну в смысле не у языка программирования, да, а вот прямо у того пакета, который собирался ментейнером под вашу операционную систему, у него там есть какой-то свой взгляд, как на вашей операционной системе эти файлы должны быть разложены, и он в этот sys пас зашивает намертво навсегда пути, что-нибудь вроде user, local, lib, питон, там что-нибудь такое. Вы можете потом у себя проверить и увидеть, что у вас там. Вот, естественно, ну и подразумевается, значит, что все модули, которые на этой системе в питон ставятся, они должны в эти пути и попадать. Ну, в частности, вот с Anaconda именно так, если я через Anaconda поставлю себе новые какие-то модули, они вот в этот Anaconda lib попадут, и оттуда потом будут автоматически доступны без каких-либо усилий с моей стороны. Вот, и обычно, в общем, на этом вся история заканчивается, вам ничего больше про это знать не нужно, и про SysPAS вам даже знать не нужно, вы просто говорите импорт, оно работает. Вам нужен новый модуль, вы его там как-то ставите своим любимым пакетным менеджерам, говорите импорт, работает. Но мы все-таки немножко поковыряемся в том, как оно там внутри. Значит, как можно влиять на то, откуда модули могут попасть к вам в программу? Ну, во-первых, можно просто взять и модифицировать SysPAS, вот этот вот, просто append ему сказать, и там появится любой другой путь. Вот я какой-то импорт-сэмпл из нашей, вот этой лекции, из нашего репозитория запульнул в SysPAS, и я теперь могу сказать импорт-предикейт, и он спокойно отработает. Вот что это такое? Ну, вот в нашем… в папке сегодняшней лекции есть папка import-sample, вот, и в ней в этой директории есть файлик предикейтс.py, ну, вот он, собственно, и загрузился этим импортом. Ну, то есть, Py писать, конечно, никогда не надо, понятно, да, что имя модуля — это вот имя файла без расширения. Ну, и все, если я посмотрю, что это такое, то нам питон честно скажет, что это модуль такой-то, загруженный из такого-то файла. Это, на самом деле, довольно-таки полезная штука. Если вы на своей системе не понимаете, откуда вам импортятся модули, в общем, что-то странное происходит, вы можете, ну, вот таким вот, с помощью такого репро просто узнать, что же там вообще происходит, и как и почему. То есть, ну, стандартная ситуация, ко мне там приходит разработчик, говорит, я меняю файл у себя в системе, там, для каких-то отладочных целей, а поведение не меняется. Ну, простейший способ понять, меняете ли вы тот файл, это вот так вот сделать, потому что вполне возможно, что у вас есть несколько питонов там на машине, несколько разных версий, она там как-то разложена, не суть. Вот, ну и все. И, в общем, в этом предикейтс… давайте посмотрим. В ней есть несколько функций. Empty, Positive, Even, Odd. Вот, они выясняют, соответственно, пустой ли лист, положительное ли число, четное ли число и нечетное ли число. Вот, их можно немедленно оттуда звать. Соответственно, является ли массив 1,2 пустым? Ну, видимо, нет. О, нет. Является ли число 4 нечетным? Тоже нет. Ну, и, соответственно, 5 — да. То есть, как только вы загрузили себе модуль, вам все, что в нем внутри написано, стало доступно. Это касается не только функций, но и просто переменных, классов, вообще чего угодно. На самом деле, для питона нет никакой разницы. Для него, ну, вы понимаете, да, это все просто объекты с именами. Ну, потом еще поговорим. Вот. Есть более хитрые способы делать импорт. В первую очередь, это конструкция from что-то, импорт то-то. Вы говорите from predicates import positive, и у вас появляется просто переменная positive, которая является функцией, значит, вот той, которая там у нас проверяет. То есть, вот этот positive к вам попадает в программу. Также можно сказать, импорт звездочка, и тогда все, что здесь есть, попадет к вам в программу. Кроме, однако же, всего, что начинается с подчеркивания. Вы, может быть, уже где-то видели, но мы, наверное, формально еще об этом не говорили, в питоне ведущее подчеркивание является, так сказать, признаком приватности. Вот есть даже некоторые встроенные модули в питон, которые начинаются с подчеркивания, что как бы намекает, что вам им пользоваться не надо, что они, в общем, для каких-то там подкапотных вещей. Вот. Ну, и, соответственно, все, что начинается с подчеркивания, оно само не попадет к вам, если вы делаете импорт звездочкам. Вот видите, все плохо. Но этим можно рулить с помощью специальной переменной подчерк, подчерк, all, подчерк, подчерк. Туда можно вот в этот массив явно указать, какой список вы считаете публичным в этом пакете. То есть вы говорите, не хочу я вот этих ваших правил с подчеркивания, хочу, чтобы публичным было empty. И вот этот от. Все. Сейчас нам надо его переимпортить. Пам-пам-пам. И что-то пошло не так. Сейчас, момент. А, ну да, он, наверное, считает его уже… Да-да-да, нам придется сделать restart, потому что он считает его уже импортнутым. Сейчас мы об этом еще поговорим чуть-чуть. А, reload можно было ему сделать, но я не хочу сейчас об этом говорить. А, ну вот, он работает. Да, вы смотрите. Значит, про что еще здесь нужно сказать? В первую очередь есть еще, кроме вот такого вот дикого и нелепого способа влиять на SysPath, который, очевидно, как бы… Ну, очевидно кривой в том смысле, что программа сама внутри себя внезапно говорит, что она в системе, в которой работает, знает, где искать пути. Это довольно-таки… модули. Это довольно-таки странно, потому что программа, вообще говоря, должна быть переносимой, и она не должна знать, откуда ей брать пути. Это ей должны сказать, где их брать. Ну вот, ей, собственно, говорит питон с помощью того, как он собран SysPath. Но если вы у себя запускаете какую-то программу и хотите, чтобы она узнала что-то дополнительное, есть специальное переменное окружение, которое называется PythonPath. Вы ее можете установить, написать в нее пути, где на вашей системе лежат модули, помимо стандартных стандартных, и эти пути в этот SysPath изначально попадут. Вот. Это довольно-таки стандартная система, если… Довольно-таки стандартная схема, если вы свой софт там выкатываете куда-то, и у вас есть какая-то своя… свой какой-то каталог, типа там, home, что-то там, PythonLib, и вы хотите, чтобы он тоже рассматривался питоном как такой вот главный корневой, вы можете его вот в это переменное окружение запихнуть, и это будет работать. Вот. По поводу… загруженности, вы видели, да, мне пришлось перезапустить, Python трекает, что уже было заимпорчено, и когда вы делаете импорт повторно, а такое сплошь и рядом происходит, потому что куча модулей хотят какой-нибудь Sys, у них у каждого написано импорт Sys, импорт Sys, импорт Sys. После первого раза Python говорит, у меня уже как бы все есть, я ничего грузить больше не буду, и ничего вообще не делает, ну, за какими-то там мелкими исключениями. Ну, всякие from при этом все равно работают. Ну, ладно, за тонкости не очень хочется. Значит, смотрите, помимо модулей в Python есть такое понятие как пакет. Пакет — это не что иное, как просто модуль, в котором еще внутри другие модули есть. Вот, то есть из них можно иерархию выстраивать. Ну, и это тоже вы, наверное, видели там так или иначе в каких-то местах, а если нет, ну, сейчас я покажу. Смотрите, у меня помимо вот этого нашего predicate spy есть, рядом лежит вот модуль, который называется геометрия, да, значит, как он выглядит. Выглядит он так, ну, на PyCash не обращайте внимания. В нем есть какой-то CirclePy, в нем есть какой-то SquarePy, и в нем есть загадочный файл подчерк-подчерк-нит-подчерк-подчерк-подчерк-пай. Так вот, если вы хотите в модуль вложить другие модули, то сделать его пакетом, то вместо файла GeometryPy я создаю каталог. За сам корневой модуль, то есть за сам GeometryPy теперь будет отвечать вот этот файлик и нит-и-нит-пай, а все остальное вложенное будет работать как вложенное. То есть, когда я говорю импорт Geometry, то вот этим вот модулем Geometry становится тот код, который вот в этом и нит-пай написан. Вот о чем он нам честно питом сообщает. Давайте в него посмотрим. Там есть вот такая штука, которая по углу и двум сторонам, по теореме косинусов, считает третью сторону. Ну, не читайте код, поверите мне, он вредит правильнее. Да, если даже нет, это абсолютно неважно для нашего примера. В общем, примерно, ну, если это сказать, можно спокойно пользоваться. Вот там этот египетский треугольник, 3, 4, π пополам, будет 5, все хорошо, все замечательно. Вопрос в том, как мне достучаться до вложенных модулей. Вложенность в импорте записывается через точку, то есть я могу помимо геометрии импортнуть еще вот этот Geometry Square, который там внутри лежит. И также могу сказать, что из геометрии мне, пожалуйста, Circle. Тогда у меня будет доступен Geometry Square и будет доступен Circle. Соответственно, ну, давайте, это все работает. Значит, площадь квадрата со стороной 4, это 16. Длина круга там то ли с радиусом, то ли с диаметром 4. Надо посмотреть. Geometry Circle. Да, это радиус. Ну, и, соответственно, вот там длина такая-то. Ну, и последнее. То есть эти импорт, они, в общем, в них еще есть несколько всяких магических штук. Там можно делать относительные импорты текущего пакета. В общем, там вы со временем знакомство с питоном встретите еще несколько разных форм. Самое популярное, наверное, которое, кроме абсолютно классических встречается, это Import as что-то. Вот я могу из модуля Geometry забрать Circle, но сказать питону, назвать его мне Circle 2, и он мне будет под этим именем доступен. Это может быть полезно, если вы берете функции из разных пакетов, которые разные, но называются одинаково. Вы хотите им придумать новые имена. Или вы берете какую-нибудь, какую-нибудь функцию с достаточно длинным развесистым именем, а используете ее там тысячу раз, и вы можете, ну, можете какой-нибудь короткий алясский для нее придумать, если вам кажется, что это там читаемость повысит. Ну, в общем, с файлами все достаточно просто. Вы раскладываете код по файликам, у вас есть один файлик там корневой, который вы запускаете, из него вы начинаете импортить там по цепочке все, что вам надо, и все это исполняется и становится доступно. Обратите внимание, что импорт работает не как какой-нибудь C-include, то есть это не то же самое, что код в этом месте написать, потому что он создает, когда вы импортите модуль, то вам автоматически как бы такой namespace создается. Видите, то есть я геометрию импортнул, и все, что внутри геометрии, оно вот внутри этого объекта модуля, вот в этой вот переменной, и находится, да, то есть мне через точечку надо подальше атрибуты получать там и по ним уже шастать. Ну, в общем, понятно, какой-то проблем решает, понятно, как решается. Обычно, ну, в принципе, система импорта в питоне построена так, что обычно они думать не надо, вот особенно обо всяких этих путях, там что там загружено, не загружено, вы просто радостно пишете импорт, и все хорошо. Если у вас какой-нибудь PyCharm, то вы вообще можете просто упоминать модули, какие вам нужны в коде, вам PyCharm подсвечивает их как там несуществующие, вы жмете хот-кей, он сам импорт добавляет, какой нужно, он там разбирается, причем в разных формах он умеет это делать. То есть вообще прекрасно, можно не задумываться, но все равно некое понимание нужно, потому что в крайних случаях начинают спецэффекты проявляться и все такое. Вот, ну все, на этом этот блок закончен. Смотрите, следующее, о чем мы будем говорить. Да, можно, меня спрашивают из зала, можно ли еще раз про init, рассказываю, смотри, если мне нужен невложенный пакет, вот просто предикейт, я просто даю фалик предикейт.py, и как бы, ну, с ним все понятно, я его импорчу, работает именно этот фалик. Если же мне нужно вложить внутри этого предикейта что-то там, да, вот представим, что я хочу теперь предикейт.abc, то мне нужно создать библиотеку, ой, директорию, простите, мне придется ее создать, чтобы мне что-то вложить, и там уже создать внутри какой-то abc.py. И в этот момент у меня есть и каталог предикейт, и файлик предикейт.py, что вносит путаницу, непонятно, что из них настоящий предикейт. Но вообще говоря, вот, грубо говоря, в перле оно именно так и работает. Вот перловая схема импортов, она именно это и подразумевает, что есть файл с расширением, ну, там, точка, что-то там, и есть каталог, в котором все вложены. В питоне это не так. Питон говорит, не должно быть каталогу файла с одинаковыми именами. Каталог теперь отвечает за то, за что раньше отвечал файл. Для этого надо этот файл поместить в этот каталог с именем вот этим вот init.py. Теперь, когда я буду делать импорт предикейт, у меня будет вот этот импорт подтягиваться. То есть вот этот вот. Когда я просто сделаю, там, типа, ну, когда я просто сделаю импорт предикейт, вот так вот. Когда я в питоне такое скажу, у меня вот этот init.py подтянется. Это способ сделать так, чтобы в каталоге одновременно лежит и корень, как бы, и детишки. При этом детишки могут быть в пай файлами, а могут быть снова такими каталогами, если нет пай внутри. Ну, и так до бесконечности, естественно, то есть иерархия, она ничем не ограничена. Ок? Ок. Смотрите, дальше мы будем говорить про такую штуку, как ООП, объектно-ориентированное программирование. Вот. Я, ну, как бы, я перед собой целью не ставлю рассказать, что это такое. Я надеюсь, что в некоторых, в некотором смысле все более-менее в курсе. Если вдруг нет, то, ну, давайте, ладно, я в двух словах скажу. Смотрите, объектно-ориентированное программирование — это, в принципе, как таковое, глобальный способ организации кода. Это, как бы, не какая-то новая, как бы, сущность. Ну, короче, это сущность, которая существует вот только на уровне исходника. То есть программа, когда работает, она работает так же, как и раньше абсолютно. Вот все те же примитивы, там, на уровне машинного кода используются, там, плюс-минус. То есть это абсолютно неважно, но код мы организуем так, чтобы он имел вот некую форму, которая это ООП диктует. Какую же форму она диктует? Она говорит, давайте мыслить обо всех наших данных в программе и о действиях, которые мы над ними совершаем, как о объектах. Ну, собственно, поэтому она называется объектно-ориентированное программирование. Что такое объект? Объект — это вот некая сущность, внутри которой есть данные, и методы работы с ними. То есть это функции, которые так и называются, методы, которые на этом объекте или из этого объекта, как хотите говорите, вызываются. Ну, классический пример, который обычно тут приводят, — это какой-нибудь математический, очень простой, что у меня есть, не знаю, там, объект квадрата, и у него можно спросить, какая у него сторона, какая у него площадь, какой у него там периметр и что-нибудь еще там подобное. Вот в реальности объекты бывают куда более абстрактными и куда более сложными интерфейсами. Ну, в общем, сейчас какие-то примеры у меня будут, из них более-менее станет понятно, даже если вы с этим никогда не работали. Ну, и, собственно, первый объект, который мы будем сейчас делать и на котором все наши примеры будут, это объект временного интервала. То есть это некий отрезок во времени от какого-то момента до какого-то момента. Называться он будет time interval. В питоне, как вы, наверное, уже поняли, потому что видите на экране, ООП реализуется с помощью классов. Класс — это, вообще говоря, не неотъемлемая часть ООП, но очень-очень популярная во всех языках, во многих языках, которые ООП поддерживают, используются именно классы. Что такое класс? В питоне он решает две задачи. Во-первых, класс описывает, как объекты будут выглядеть, ну, этого класса, да. То есть объекты, они не все разные, они… Есть группа объектов одного типа. Тип здесь — это тоже такое вот computer science понятие, которое в двух словах не объяснишь, но если вы программировали на C, вы примерно понимаете, да, что тип — это вот как бы некий интерфейс и некие требования, которые этот объект предъявляет к тому, как с ним обращаться. Есть строки, есть числа и так далее. Но вот ООП поддерживает более сложные типы, например, квадрат — это тоже тип. Соответственно, все объекты, которые за какие-то квадраты отвечают, это все объекты типа квадрат. Так вот, класс у нас с одной стороны описывает этот тип, с другой стороны позволяет эти объекты создавать, то есть как такая фабрика выступает в питоне, и эти две сущности объединены в едино, как во многих языках, но не во всех. Ну, в общем, класс объявляется с помощью ключевого слова «класс», после чего следует имя, после чего следует тело. В теле… у нас пока пустой класс. В теле вы описываете как раз все методы, которые из этого… Ну, как раз, все методы и атрибуты, забегая вперед, скажу, что это одно и то же. Питоне. Ну, в общем, поехали. Создали мы класс, теперь мы можем клепать объекты этого класса. Чтобы создать объект класса, вы просто вызываете класс как функцию со скобочками. Кстати, именно поэтому в питоне принято именовать все функции с маленькой буквы, а классы с большой, потому что у них интерфейс абсолютно одинаковый. Они и те, и те со скобками вызываются просто. И если вы их будете одинаково именовать, будет непонятно, где класс, где функция. То есть это вот та конвенция, которая лучше придерживаться. Ну вот, создали мы, в общем, интервал. Это объект класса TimeInterval, который пока ничего, к сожалению, не умеет. Вот, с помощью функции Type можно посмотреть, какого он класса. Так обычно в рядовом программировании не делают, это редко, когда нужно. Но мы сейчас просто заглянем, чтобы, ну, нам просто интересно. Вот, соответственно, тип вот этого интервала, это, ну, как мы уже и догадались, это TimeInterval, о чем, собственно, вот этот Trapper уже рассказал. Вот, но тут вот в чем дело. Смотрите, в Python так устроен, что абсолютно все переменные, абсолютно все, с чем вы имеете дело, это объекты. Вот модули, которые я вышел, показывал, это были объекты. Сами классы — это объекты, функции — это объекты. Все вообще на свете объекты, без всякого исключения. Поэтому мы можем внутри этого Type'а сам класс засунуть. И как вы думаете, что мы получим? Нет, это просто пакет, в котором он лежит. А Type должен сказать класс, с помощью которого этот объект был создан. А основные бывают? Просто углы. Мейн — это, вот я говорю, это пакет. А какие еще варианты были? Ну, основные. Базовый класс. Да, да, базовый класс всех классов. Да, это, кстати, неправда, нет. Почему же? То есть класс — это, вот, то есть класс, это вот этот объект класса, это какой-то совершенно конкретный класс, а не абы какой. Это, ну, это как бы просто такой объект, который умеет другие объекты клепать, но это не значит, что он самый базовый. Базовый — это тот, от которого все унаследовали, а это тот, который всех создает. Ну, в общем, он в разных языках программирования называется по-разному. В питоне он называется Type. Это, на самом деле, тот же самый Type, который мы вот это делаем, но мы на следующей лекции поговорим, почему так совпало. Вот, в языках программирования других он часто очень называется класс. Я вообще вот этот ответ ожидал, что, как бы, все классы — это объекты класса класс, который так и называется, вот в Ruby так, например. Ну, и если вы сравните их с помощью из, вы поймете, да, это один и тот же объект. То есть Type Interval возвращает тот самый Type Interval, который Time Interval. Вот, и для их умного сравнения есть еще вот такой вот из Instance. Если вам нужно вот такое сравнение выполнить, на самом деле надо делать так, но об этом мы поговорим ближе ко второй половине лекции. Ну вот, значит, это вот поверхностный обзор. Теперь в деталях, как там что работает. Значит, если вы программировали на каком-нибудь C++ или вообще на любом языке с объектно-ориентированным программированием, то вы знаете, что очень часто применяется такое понятие, как конструктор. Конструктор класса — это вот некая процедура, которая отвечает за создание объекта. В питоне все несколько по-другому. Поскольку за создание объектов отвечает C-шная часть, и вы сами к этому не причастны, никогда ничего не создаете, то вам вместо конструктора предоставляется скорее инициализатор. Он тоже называется подчерк-подчерк-енит подчерк-подчерк. И вот к тому, который мы вот здесь рассматривали, не имеет ни малейшего отношения. Просто так совпало. Ну вот, что делает этот инид? Он вызывается сразу после того, как вы создали свой объект. То есть вы вот, когда мы вот так вот сказали, со скобочками, да, у нас создался объект, и первое, что произойдет, неявно для нас, это из него будет вызван init. В него будут переданы все аргументы, которые мы указали в скобочках, вот в тех. И сюда первым же аргументом будет передан сам этот объект, на котором этот метод вызывается. Забегая вперед, скажу, что во все методы в питоне всегда первым аргументом передается сам объект, из которого вы вызвали. Его традиционно называют self, хотя на самом деле название у него может быть любое. И в других языках вы его можете знать под названием this. Это, например, в JavaScript так принято называть, в плюсах это вообще ключевое слово и так далее. В питоне это не ключевое слово, это просто вот конвенция. Мы, типа, вам будем первым аргументом передавать, вы называйте его как хотите, работайте с ним как хотите, но вот факт остается фактом. Ну вот, смотрите, мы обогащаем свой timeInterval. Мы говорим, теперь, чтобы создать timeInterval, вообще говоря, надо будет указать его начало и конец, потому что без начала и конца, вот так как он там у нас был сверху от него, вообще проку никакого. Начало мы положим в атрибут begin, конец мы положим в атрибут end. С помощью вот такого прямолинейного синтекса, скажем, self.что-то равно то-то, ну, в общем, прям так, как написано. Как этим пользоваться? Ну, я вызываю timeInterval с двумя аргументами. DateTime такой-то, DateTime такой-то. DateTime — это функция модуля встроенного DateTime, который за время отвечает. Соответственно, это 1 января 2018 и 2 января 2019. Там какая-то разница во времени, значит, между ними есть там год с небольшим. Вот, и все, после того, как я такой интервал создал, я могу с помощью вот того же точной синтекса, каким я записывал атрибуты, эти атрибуты начать читать. То есть это не сюрприз. Кажется, все логично. Значит, подробнее про атрибуты. В питоне нету у объекта фиксированного набора атрибутов по умолчанию. То есть вы в нем в любой момент можете любой атрибут добавить и потом их читать оттуда. То есть если я сейчас возьму наш любимый интервал и скажу, что в xxx хочу положить 42, то он туда положится. То есть вообще никаких проблем нет, нет никакого перечня. Вот, то есть должен был возникнуть вопрос в зале, типа, как вообще тогда с этим работать? Это же безумие и ужасно непонятно, что где. Так и есть. Поэтому традиционно новые атрибуты стараются объявлять только внутри init, чтобы можно было по одному init и понять, какие атрибуты есть, каких нет в объекте. Но иначе это непонятно. Кто-то там где-то создал то, где-то это. Мне понадобился атрибут begin. Ой, оказывается, он уже на другом конце класса там где-то определен. Вот. Немного смещая ситуацию в том, что все-таки получать атрибуты, которых нету, нельзя. Если вы пытаетесь его прочитать, перед тем, как первый раз в него что-то присвоить, вы получите атрибут error exception. Все честно, он вам скажет, что вообще не знаю, что за not found. Но если хоть раз его один присваивали, то уже таких проблем не будет. Это вот первый. Мы уже сегодня еще несколько раз с этим встретимся, но в питоне установка атрибутов и их чтение устроено по-разному. То есть установка всегда срабатывает, чтение не всегда срабатывает. Они в этом плане не симметричны. Мы эту асимметрию сегодня еще не раз увидим. Теперь про методы. Как я уже говорил, вообще, ну, центральной идеей OP является то, что мы должны, что объект данные содержит, но предоставляет какой-то интерфейс. То есть мы именно методы его какие-то просим вызывать такой своего рода как микросервис, только у нас встроена программа. Вот. Поэтому пора бы начать объявлять методы. Ну, объявим метод. Методы объявляются точно как функции, что предсказуемо. Объявим метод getLength, который возвращает длину. Ну, он возвращает просто разницу между endом и beginом, dateTime это прекрасно поддерживает, никаких проблем нет. Возвращает объект типа timeDelta. Сейчас увидим. Значит, создали наш класс, создали интервал, который... Почему-то здесь два с другим именем, наверное. Ну, давайте, ладно. А, ладно, не важно. Значит, создали интервал на один день с 1 января до 2 января 2018 года, получили разницу в секундах. Вот это 86400, это прям, как это называется, столько секунд в сутках. Это число обычно все наизусть знают. Ну, вот. Соответственно, вызывать методы надо точно так же, как и атрибуты только со скобками, потому что мы их вызываем. И вот этот вот total seconds, это уже метод вот этой timeDelta, про которую я говорил, смотрите. То есть getLengths превращает timeDelta, это объект, который внутри в этом модуле dateTime живет. Ну, timeDelta, понятно, это разница просто во времени. Вот. И из него уже можно вызвать total seconds, который нам это в секундах вернет. По аналогии с attribute error, если я попытаюсь вызвать метод, которого нет, то я получу какой exception? Там вот был attribute error, а здесь будет... Какие варианты? Да, вот логично сказать, что это будет метод error, но это, конечно, неправильно. Вот. Будет тоже attribute error. Почему? Потому что в питоне на самом деле методы — это просто такой, типа, абуз атрибутов. Ну, на самом деле, конечно, не абуз, просто мета реализована через атрибуты. Вот этот вот getLengths, который мы там вызывали, это атрибут, в котором просто лежит метод, который можно вызвать скобками отдельно. То есть вот это получение атрибута, а вызов его — это уже совершенно отдельная история. Вот. Но, как бы, опять же, это так оно внутри устроено, обычно никто об этом не задумывается, просто зовет метод, и у всех все хорошо. Но почему я про это рассказываю? Потому что если вы вдруг ошибетесь с именем метода, то вы вместо метода error получите атрибит error, вас не должно это удивлять. Да. А метод — это один из атрибутов. Обратите внимание, он называется bound-метод. Почему так? Есть идея у кого-нибудь? Потому что, смотрите, если бы это была просто функция, то у нее бы не было self, и мне бы пришлось его сюда передать. Но я self туда не передаю, потому что это getLength — это не просто функция, это bound-метод, потому что он помнит внутри себя свой self. Он с ним уже связан и выдается мне уже в виде связки. Типа вот тебе функция, у которой self зашит, и можешь ее вызывать. Как бы это вот так устроено. Поэтому он называется bound. Да, про приватность. Как я уже сегодня упоминал, в питоне ведущий символ подчеркивания является таким признаком приватности исключительно по соглашению. Никакой здесь особо специальной магии питон не делает. Вообще никакой не делает. Но все в курсе, что ведущие подчеркивания — это приватные. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши begin-end не были доступны пользователю, а была доступна наружу только длина, то вы можете положить их в приватные атрибуты, общаться с ними как с приватными атрибутами. И они, конечно, будут доступны снаружи, но будут доступны по вот этому кривому имени. И все программисты на свете в курсе, что если ты ковыряешься в чужом объекте и что-то из него получаешь, что с подчеркиванием называется, ты делаешь что-то не так. Ну или наоборот, ты очень хорошо знаешь, что делаешь. Как бы туда есть варианты. Ну, значит, создали мы такой time-interval. Создали его. Да, действительно, можно без проблем обратиться к begin-у. Ничего у нас не сломалось. Но можно получать длину. Ну, давайте я сейчас вот эту строчку сотру. Видите, нормальный, я к begin-у обратился, он вполне все считался. Ну и длина тоже считается. Все хорошо. Вот. Единственная, конечно, оговорка, я сказал, что питон это никак не форсит. На самом деле форсит. Если поставить два подчеркивания, то эти имена будут нарочно испорчены. Если я попытаюсь сейчас обратиться к нему вот так вот по двойному подчеркиванию, я получаю 3-бит и рот. Дело в том, что если питон видит два подчеркивания, он автоматически дописывает туда подчеркивание имя класса. Вот как на экране сейчас. Вот так вот. Он специально портит это имя, так чтобы ни наследники, ни кто снаружи, не смогли по нему напрямую обратиться. Ну, на моей правде... Да, то есть, но по такому имени все равно можно считать. Вот, то есть, если знать как. На моей практике это крайне редко используется, потому что одного подчеркивания обычно всем хватает. Все и так в курсе, что это приватная, как бы никакая дополнительная защита не нужна. Двойное подчеркивание дополнительно намекает, что и наследникам нельзя. Но это вообще очень крайне такая странная ситуация. Но вам надо быть к этому готовым, что если вы два подчеркивания поставите, то вы сами потом не сможете ни в своих наследниках, ни снаружи, нигде это использовать. Это, в общем, самый костяк вообще всего того, как ООП устроено. То есть, вот есть класс, вот в него можно написать конструктор, вот можно разместить методы. В принципе, этого там плюс-минус хватает, уже с этим можно программировать. Но дальше мы пойдем по некоторым тонкостям, которые тоже, к сожалению, встречаются прямо в первый день, вот, и которые тоже нужно знать. Смотрите, какая история. Помимо того, что у нас есть объекты, которые мы клепаем, у нас, как мы уже выше говорили, есть объект самого класса. Вот этот сам, 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 сам time interval, который, если его вызвать со скобками, будет клепать нам объекты, но вообще в него тоже можно что-то внутрь положить. Вот. И мы действительно можем в него положить всякие константы, например. Давайте сюда положим дефолтный begin. Это будет 70-й год, ну, начало эпохи, да? И дефолтный конец. Дефолтный конец — это текущее время. Вот. Соответственно, скажем в конструкторе, что и begin, и end могут быть опциональными, ну, в смысле, могут быть none. Если прислали none, выставляем default. Если прислали none, выставляем default. Ну и все. Дальше все как и было. Значит, вопрос номер раз. Почему здесь self? Почему мы положили это внутрь класса, а читаем это из self? Это нормально. В питоне поиск атрибутов работает так, что если объект у себя его не нашел, он спрашивает у своего класса, нет ли у него. То есть объектов их много, у них у всех могут быть свои атрибуты, но у них есть один класс, который общий на всех. Если один из этих объектов у себя что-то не находит, он спрашивает у класса. Ну, такая логика вполне разумная, да? У меня нет личного, а нет ли у нас вообще принятого? О, есть. Вот он, default.begin, возьму его себе. Все хорошо. Значит, смотрите, создали этот класс. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, вот это количество секунд с начала эпохи в настоящий момент, да? Соответственно, поскольку вот этот default.begin, как я уже сказал, это атрибут класса, да, он не к объекту относится, он общий на всех, то его можно прямо из этого класса и считать. То есть можно написать прям time-interval, default.begin, не создавая его. А можно, естественно, и создать. То есть можно создать объект, и из него попросить default.begin. Можно прямо из класса. Вопрос на засыпку. Что будет, если сказать time-interval.getLength, не создавая объекты? Что будет, если я вот этот getLength попрошу прямо из класса? Main-time-interval. Main-time-interval — это вот он. Вот, а если вот это я оттуда попрошу? Не, ошибки не будет, потому что он… Во! Вообще, кто-то шарит. Да, действительно, он вернет просто функцию. То есть с точки зрения класса, вот этот getLength — это просто какая-то функция, которая у него там внутри лежит. Она еще не успела превратиться в метод, потому что еще объект не был создан. То есть для него дает просто какая-то функция. Ее даже можно вызвать. Но если ее вызвать, то питон разумно заметит, что типа у тебя там вообще-то аргумент self есть. Это же не bound-метод, это просто функция. У нее есть один аргумент self, подай мне его. И даже я вам скажу, его туда можно подать. Вот так. Ну надо этот time-interval, ну интервал надо сначала создать. Где-то там он у нас, вот он создан же, да? Его туда можно подать. И это даже сработает. То есть как бы вот можно вот таким вот извращенским образом вытащить из класса голую функцию, создать отдельный атрибут, а потом его в эту функцию… засунуть. Хотя вообще говоря, эту функцию можно из объекта и так вызвать. Я сказал атрибут, я оговорился. С помощью класса можно создать объект, из класса в эту функцию объект в эту функцию поместить. Как бы это вот такая обходная ручная схема, которая работает. Потому что почему бы ей не работать, но для вас есть более… для того, чтобы достичь того же самого, есть как бы более адекватный и более удобный синтаксис и более логичный. Это interval.getLengths. И это вообще говоря одно и то же. Вот. Ну это как бы просто для понимания делать так практически никогда не надо. Ну смотрите, у этой штуки, на самом деле, конечно, которую я там все рассказывал, рассказывал, у нее есть пара проблем. Значит, давайте сначала вот с чего начнем. С чего бы, с какой бы из этих двух проблем мне начать с вами говорить. Ну смотрите, во-первых, короче говоря, совершенно очевидно, что вот это вот решение, которое вообще мы здесь избрали, оно не совсем работает. Может быть, кто-то не обратил внимания, но вот если я сейчас вот эту строчку переисполню, то у меня время не меняется. Что вообще говоря довольно-таки странно. Потому что по дефолту должно было быть с 70-го года по настоящий момент. А что-то этот настоящий момент не двигается. Я практически уверен, что мы здесь сидим с вами больше, чем одну сотатысячную секунды, и поэтому вот это число должно было поменяться. Но оно не меняется. Какие варианты есть? Почему так происходит? Ну, мы, конечно, специализируем. Да-да, поскольку как раз, поскольку оно не в объекте создается, а прям в классе, да, в тот момент, когда класс создается, то ну вот оно один раз в момент создания класса этот дефолтенд определил, ну и как бы и все, ничего не меняется. Вот это первая проблема. И мы этот дефолтенд, поэтому будем считать как бы прям на ходу. Унесем его из атрибутов. И тогда все будет хорошо. Вот. Смотрите, значит. И вторая проблема. Смотрите, хочется… Ну, да, давайте сначала я продемонстрирую, что мы это решили, да? Я скажу сейчас interval равно timeinterval interval get length total seconds. Решили мы ее? Да, вот видите, время как бы течет. Это правда, да? Мне же не кажется. Во, прекрасно. Вот. А вторая проблема, смотрите, какая. Я хочу объявить метод changeDefault, который возьмет дефолт begin и впишет в него место 70-го года 80-й. Я создам интервал, вызову из него этот changeDefault и попрошу у класса defaultBegin. Внимание, да? Все, все сходится. Значит, здесь я говорю, дефолт begin будет другой. Я его вызываю и прошу default begin. Я должен получить 70-й год. Но я получаю 70-й. Есть какой-нибудь вариант, почему так происходит? Да, вот это правильный ответ. Мы поменяли не в классе, а у одного конкретного объекта. И это второй раз, когда мы встречаемся с тем, что get и set работают в питоне несимметрично. Когда я прошу у объекта вернуть мне дефолт begin, он не находит у себя и ищет в классе. Но когда я ему говорю, установи дефолт begin, он ничего нигде не ищет. Он просто берет и устанавливает. Потому что установить он может всегда. Это как бы для получения надо что-то искать и кидать exception, да? А установить просто, ну, взял, создал атрибут и установил. Поэтому эта штука не работает. Ну, это вообще странный кривой код, но просто вот показано, что не работает, работать никогда не будет. Как это починить, если даже вдруг очень надо? Надо устанавливать дефолт begin не в self, а в его класс, который можно, например, вот так получить, да, как мы уже обсуждали. Тогда мы получим 80-й год. Ну, это я прям взял и в класс сходил. Что, ну, как бы странновато, но для примера подойдет. Вот. Ну, и смотрите, значит, теперь какая история получается. У нас у объектов есть атрибуты, которые могут выступать как методы, а у класса тоже есть атрибуты. Они как методы выступать не могут, потому что, как мы видели, там никакого баунда не происходит, там просто нам функция возвращается. Соответственно, для полноты картины нам как-то нужно, чтобы были и методы класса. Вот. Но, в общем, здесь мы ничего не должны придумывать. У нас есть просто классный готовый декоратор. Про то, что такой декоратор, в общем случае, как он работает, мы еще поговорим. Но вообще, да, если вы помечаете метод как класс метод, то он становится методом, собственно, не объектов, которые вы клепаете, а самого класса, то есть самого вот этого time-интервала. Для чего это нужно? Ну, вот как раз, чтобы вот эти вот богины и энды возвращать, мы когда энд делали атрибутом, он замирал навсегда и не менялся. Поэтому мы энд сделаем методом, который будет каждый раз вызываться и новый код возвращать. Ну, и богин тоже для симметрии сделаем методом. Как это все работает? Я могу создать интервал, да, заглянуть ему там под капот, все будет хорошо. Как это работает? Значит, я передаю богин равный none и энд равный none. Значит, соответственно, выполняются оба вот эти ifa. End должен установиться по умолчанию в результат getDefaultEnd. GetDefaultEnd ищется в объекте, ну, как обычно, не находится, ищется в классе, находится в классе. Прекрасно. И поскольку это метод класса, то первым аргументом сюда попадает не объект, а сам класс, сам объект класса. То есть вот этот cls, он поэтому так и называется, cls, потому что это класс. Это на самом деле в точности вот этот timeInterval. Мы сейчас, ну, сейчас я покажу. Вот, видите, это вот оно распечаталось. То есть, ну, здесь логика, здесь, на самом деле, все суперсимметрично, нет ничего странного. Когда мы создаем метод объекта и вызываем, то первым аргументом прилетает объект, когда мы создаем метод класса и вызываем, то первым аргументом прилетает класс. Тут как бы все, ну, суперлогично, да, никаких противоречий никакого нет. Вот. И, в общем, с помощью класс-методов таким образом можно очень изящно создавать методы класса. То есть класс, когда полезен класс-метод вообще? Когда вам, если вам внутри метода self не нужен как таковой, то есть вы, ваша логика не зависит от объекта, то прекрасная идея от него отвязаться, потому что тогда подобные методы люди смогут вызывать, не создавая вообще никакого этого, ну, не создавая, собственно, объекта. Да, то есть это просто есть класс, у него есть метод, его можно просто взять и вызвать, все хорошо. Вот, очень хорошо подходит для всяких вспомогательных штук. Если вы программировали на какой-нибудь там Java или на тех же плюсах, вам может показаться, что это похоже на статический метод. Это действительно так, действительно похоже, но в Python есть отдельный декоратор, который называется static-метод, который позволяет… Он здесь не подойдет. Он подойдет вот здесь. Static-метод превращает это практически в обычную функцию. То есть сюда первым аргументом теперь залетает ничего, как бы показывая, что этот метод, он хоть и вызывается из класса, то есть в этот синтаксис все еще будет работать, но при этом в него первым аргументом ничего не залетает, потому что мне не нужен здесь ни self, ни класс. Вот, то есть вот можно вот так вот его очипить. Я static-методами достаточно редко пользуюсь, потому что мне кажется, что от класса избавляться ни к чему, потому что если вы вот так вот избавились от класса, вы теперь из этого метода кусочек не можете вынести, потому что вы не сможете к этому кусочку… Ну, то есть методы класса друг друга видят, они через CLS могут друг друга вызывать. И преимущество их над методами обычными в том, что объект не нужно создавать. А у static-методов никакого преимущества нет, кроме семантического, кроме того, что вы как бы отказываетесь осознанно от класса, как бы показывая пользователю, что, в смысле, другому читателю кода, что это здесь не нужно. Ну, вот это максимум. Вот так вот. Смотрите, на этом вот такой костяк того, как ООП устроено, закончен. Можете сейчас задать какие-то вопросы, а потом я покажу просто в консольке пример. Мы какой-нибудь напишем классик совершенно такой. Ну, в общем, еще раз то же самое, только на деле, чтобы это все устаканилось. Потому что, ну, к сожалению, это фактически… То, что я вам рассказываю, фактически некий набор фактов о том, как язык устроен. И это так или иначе нужно попробовать и запомнить, потому что никакой глобальной здесь логики и единой картины, к сожалению, нет. Кто-нибудь что-нибудь спросить хочет? Можно делать несколько конструкторов, которые будут параметры для принимать? Я повторю для скринкаста. Меня спрашивают, можно ли сделать несколько конструкторов, которые будут принимать разные параметры. Короче, ну, короткий ответ — нет, нельзя. Длинный ответ, ну, естественно, как-то это можно обскакать. Как это обскакивается? Ну, во-первых, как в питоне вводится, можно принимать args-кваркс и делать вообще что угодно, понятное дело. Но это не очень красиво. Как реально с этим справляются обычно? Обычно вместо вот конструктора делают какой-нибудь класс-метод, который называют что-нибудь там вроде create from, не знаю, там, db. Сюда передают какой-то db и что-то там с ним делают, и в конце говорят return class trotata. То есть делают прослойку между параметрами и вот этим вот оригинальным конструктором. То есть в конструктор всегда должны попасть данные, необходимые для конструирования, а все альтернативные способы конструирования происходят через вот так. Ну, то есть давай я прям код напишу какой-нибудь более-менее понятный. Я, например, скажу там db get begin, db get end. То есть прослойка между абы какими параметрами и настоящими параметрами, которые реально нужны конструктору, это просто какая-то функция, которая в этом же классе лежит и называется традиционно create или create from, или ну как-нибудь так там, в зависимости от того, как в вашей команде принято. То, что ты говоришь про конструктор с разными аргументами, это частный случай, в принципе, перегрузки методов. Перегрузка методов в питоне не поддерживается по одной простой причине. Когда ты говоришь вот этому интервалу точка, что там у нас было, get length, то он получает атрибут вот соответствующего метода еще до того, как вообще про какие-то там аргументы узнал. Поэтому он не может просто физически, это невозможно, учесть типы и количество аргументов при выборе метода. Метод выбирается строго по имени, поэтому перегрузка невозможна. Но есть как, ну и в общем там есть еще пара техник, которые позволяют эмулировать, там декораторов можно хитро понавешать. В общем, но суть в том, что как бы напрямую язык этого не поддерживает, как бы, и не то чтобы случайно. Да. Можно еще раз про класс метод? Ага, да. Просят повторить про класс метод. Смотри, все просто. Есть объект, который я создал с помощью, ну вот, из тайминтервола, да? Этот объект, он, ну как мы уже говорили, у него типы, значит, там, тайминтервол, и у него есть какие-то методы. Его метод это, например, getLength. Кстати, мы, по-моему, в этом примере его стерли, но не суть. Ну да, ну не важно. Ну вот какой-нибудь там... Ну да, здесь, к сожалению, все постирались. Ну давай, я его сюда верну. GetLength, self. Вот. То есть если я хочу в объекты типа тайминтервол добавлять методы, я просто вписываю сюда функции. Вопрос. А вот сам тайминтервол, это что же объект? Вот он. Тайминтервол, да? И я в него тоже хочу вписывать методы, вот, например, как этот getLength. Однако этот getLength это просто функция, потому что это метод самих объектов, он на работу с ними заточен. Как же мне добавить методов, которые я прямо отсюда могу вызывать? Прямо из этого объекта? Ну просто надо в этом же месте, то есть в теле функции, но с декоратором класс метод написать метод, который мне интересен. Первым аргументом он будет принимать вот этот объект, то есть вот этот, то есть класс, поэтому я его здесь называю CLS. Это тоже традиционное название, сюда можно что угодно вписать. Ну и скажу, давай будем возвращать его же, например. Ну или чтобы было понятнее, давай массив из двух таких. Оп, вот, вернулся массив, массив из двух таких. Соответственно, да, по поводу имен, еще раз подчеркну, да, это все традиции. Сюда можно что угодно писать. Это все будет работать. Но селфи и CLS это классические названия. О, кстати, а кто знает, почему не класс? Почему CLS? Почему не класс? Да, да, именно так, да. Класс это дезервизированное слово, оно сюда не лезет, оно вот зелененьким становится. Вот, но в разных языках там разные варианты есть, еще вот так вот делают, там, в общем, или вот так вот. Но в питоне вот так принято. Окей, да, теперь про пример, да. А еще по поводу перегрузок, для функций их тоже не существует, то есть для обычных функций? Вопрос, не существует ли перегрузок для обычных функций, а не для методов? Алгоритм поиска функций и метода, он вообще во многом похож, и функция это фактически атрибут модуля, поэтому там вся та же история, да. Но с методами, конечно, все похитрее, потому что методы, они еще на следовании учитывают при поиске. Мы об этом еще не говорили, но это сейчас все появится. Значит, да, мы хотим написать объектик, который сохраняет историю чата. Чат, и позволяет нам там как-то с ней работать. Во, да, кстати, мы вообще обычно про второй, про третий питон говорим по дефолту, и вообще про второй особо не углубляемся, но вообще он все еще существует, и вы можете увидеть вот такую конструкцию, что объекты явно наследуются от объекта. Ну вот, короче, мы про наследование еще будем говорить, но, короче, в третьем так делать не надо, потому что они и так это делают за вас, а у второго, наоборот, надо, потому что если так не сделать, то это так называемые классы старого типа, и они работают немножко кривовато, в общем. И поэтому, если вдруг со вторым питоном вы имеете дело, всегда наследуйтесь, а если в третьем, наоборот, смело удаляйте. Ну вот, смотрите, значит, есть у меня некий чат, чат-хистори. Это некий объект, которому я буду посылать сообщения, он будет о них знания аккумулировать, агрегировать, и уметь отвечать на всякие вопросы. По умолчанию, наверное, в нем вообще ничего, никакие аргументы не нужны, мне так что-то в голову ничего не приходит, но если что, мы добавим. Конструктор пустой, вот так как я сделал, можно не объявлять. Да. А, да-да-да, конечно. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. И я могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Ну, можно выключить подсветку синкса, можно беленьким сделать, конечно. Ну и, соответственно, вот я создаю history. Бам. Все нормально, да? Значит, смотрите, какие мы должны поддерживать методы. Ну, очевидно, это просто, типа, новое сообщение в первую очередь, да? Да, в общем, и все. Ну, это самое главное, что чат — это просто вот набор сообщений. Значит, мы говорим… Ну, пусть он и так будет называться new message. Мы будем принимать аргументом один-единственный message, и пока мы не будем говорить, что мы с ним будем делать. Хотя нет, впрочем, будем писать его сразу в history. Хочется, чтобы у меня был какой-то массивчик, типа, ну, messages. Это будет некий лист, в который я буду их аппендить. Просто один за другим. Вопрос, где этот messages хранить? Внутри не месседж. Внутри чего? Внутри чего? Внутри функции. Не, ну, смотри, если я его прямо здесь объявлю, то после первого же new messages он добавится и тут же выкинется. А, где я слабал? Внутри аминт. Какие еще варианты? Вот от тебя я слышал в классе, но нет. Если я буду хранить его в классе, то у всех чат-хистри будет одна хистри на всех. В объекте? Да, в объекте, правильный ответ. Да, чтобы что-то создать в объекте, как мы уже договаривались, лучше делать это в конструкторе. Потому что, во-первых, это надо сделать один раз, а во-вторых, это более очевидно для читателя. Ну и, соответственно, messages равно пустой. Почему я пишу здесь подчеркивание? Потому что я не хочу напрямую светить месседжами наружу. Я дам свой интерфейс какой-нибудь для этого. Ну и, соответственно, здесь никакой не messages, а self-messages. Вот, то есть на самом деле код выглядит вот так. Ага, это работает. Ну и теперь вопрос, что такое месседж? Ну давайте, ладно, пока не будем этим, надо бы застрять внимание. Значит, new message. Раз, два, три. Ну да, можно даже что-нибудь распечатать, просто посмотреть, что все работает так, как мы думаем. Ну да, работает. Значит, смотрите, что такое месседж? Мне не хочется сюда передавать, то есть понятно, что у месседжа есть автор и текст. Мне не хочется передавать сюда, типа, просто tuple, потому что вдруг у него там тоже будут какие-то классные методы дополнительные. Я хочу, чтобы это был объект тоже какого-то класса. Ну, по всей видимости, месседж. Давайте, значит, во-первых, объявим этот класс. Ну, здесь все будет очень топорно. Здесь будет автор и текст. И я все это положу в публичные атрибуты, чтобы просто ими пользоваться. Есть лучшие способы сделать то же самое, но мы до них доберемся через полчаса. Вот. Смотрите, мы вообще особо не говорим про эту штуку в нашем курсе, но в питоне, в свежих версиях, есть специальные подсказки типов. Я не знаю, как по-русски, по-русски называется type hints. Вы можете прямо в коде писать, что какого типа, а отдельным статическим анализатором, тем же PyCharm, можно это проверять. Самому питону на это плевать, он на это никак не реагирует. О, прекрасно, мы решили об этом говорить. Чудесно. Вот, давайте сюда пишем месседж. Значит, месседж будет типа месседж, а возвращать он будет… Да ничего. Прекрасно. Это даже хорошо. Соответственно, мы не будем сейчас никакой статический анализатор запускать, просто напишем для себя, чтобы не забыть. Это уже неплохо. Вот, значит, смотрите, теперь если… Значит, сюда теперь никакой 1, 2, 3 кидать нельзя, это неприлично. Давайте дадим месседж и скажем, что, не знаю, код говорит мяу в чат. Это же не странно. Message is not defined. Да, короче, эту штуку надо выше поднять или там в кавычки взять. Ну, мы не будем сейчас этим разморчеваться. Да, все, прекрасно. Значит, да. Если ты намекаешь на… Как они называются? Ну, в общем, типа при декларации вот эти, то, на самом деле, там есть другой способ с этим борьбы. Можно сказать вот так вот. Просто. Просто строкой. А PyCharm сам разберется. Ну, и статический анализатор. То есть это прям в… Да, вылезло только из-за… Да, вылезло из-за порядка, но можно было решить не порядком, а вот так, потому что не всегда порядком вообще можно это разрубить. Если, например, нужно классу самому на себя сослаться, то придется кавычки ставить. Но это прям в стандарте написано, что это поведение должно поддерживаться. Ну, вот. Ну, и, соответственно, давайте каких-нибудь сюда добавим методов. Например, мне интересно… Там… Да, ну, давайте еще месседжи сюда наклипаем. Добавим, кроме кошки, добавим собаку. И напишем метод, типа… Самый частый автор, какой, кто вообще постит что-то в чатик. Да, чатик. Ну, смотрите, можно, в принципе, его и на ходу вычислять, наверное. Нет, нельзя. Ну, короче, неважно. Давайте его просто посчитаем. Для этого нам нужно… Можно на ходу словарь. Ну, да, можно на ходу словарь, можно сразу словарь, можно какой-нибудь там… Ну, давайте просто каунтер сделаем, короче. Смотрите, есть такой этот… Ну, вам, может, рассказывали. Ага, прекрасно. Такой каунтер. Я скажу, для каждого месседжа, среди тех месседжей, что у меня есть. Добавим в каунтер… Какой там интерфейс-то у него? Значит, месседж автор. Там плюс один. Но, по-моему, там не так это делается, к сожалению. Я подзабыл. Может быть, да. Я довольно-таки редко им пользуюсь. Значит, мы хотим most frequent after. Ну, на. А, окей, ладно. Это, походу, работает. Значит, ну и возвращаем. Мы, соответственно… Кто нам там нужен? Max. Ну, там просто… Там не так просто это Max сделать, как бы. Нам же нужен Max с ключом, да. То есть мы, скажем, Max, видимо, от вот этого counter… Counter keys, а ключ – это лямбда, которая принимает этот ключ, а возвращает этот, ну, собственно, значение. Да, о, прекрасно. Я слышу легкий смешок. Зали, вы не поняли еще, что за ключ, да? Смотрите, когда вы сортируете массив, вы можете сказать питону, что вы хотите сортировать его не по самим значениям, а по функции от этих значений. И, ну, и что у sorted, что у max – совершенно одинаковый интерфейс. Для этого вы в параметре key указываете функцию от значения. Я говорю, посортируй мне, пожалуйста, ключи, но сравнивай не сами ключи, а результат применения вот этой функции. А функция возвращает значение в каунтере от ключа. То есть вы понимаете, да, каунтер, он будет иметь вид типа cat3, doc1. Вот. Это вот такой вид имеет каунтер. Каунтер – это практически обычный словарь. Вот я говорю, мне, пожалуйста, возьми ключи, cat и doc, но сортируй их не между собой, потому что тогда максимум стал бы doc, он по алфавиту больше, а посортируй мне, пожалуйста, f от этих ключей. А f – это, соответственно, значение в этом же каунтере. То есть тройка и единица. Он сортирует их по тройке, единице, doc, оказывается, естественно, в начале, cat в конце. Ну и max – это тот, кто в конце. Все. Как бы проблем нет. Ну вот, собственно, примерно вот так все это и работает. Да, нам бы сюда каких-нибудь методов класса добавить. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте скажем, что автор у месседжа может быть опциональным. Но, как вы знаете, чтобы добавить опциональный параметр, нам придется их, видимо, местами поменять или вообще сделать их абсолютно все кейвордами. Давайте поступим именно так. Давайте скажем, что автора может не быть, а текст нужен обязательно кейворд. И скажем, если автор – это нам, то автор – это, не знаю, там, НЛО. Соответственно, нам придется переделать все вот эти сигнатуры. Мы скажем здесь, что… Здесь нам придется добавить ключи типа автор текст. Давайте просто накопируем. Ой. Ага. Давайте у вот этих всех сотрем автора. О, получился НЛО. Все, прекрасно. Соответственно, ну не очень круто, что у нас вот здесь вот уфо написано прямо здесь, поэтому можно прямо вот здесь в месседжере написать, там, например, default автор. Можно дефолты вынести туда. Понимаете, да, что это работает? Вон в селфи поищет, дефолт автора не найдет. И вот дефолт автора там будет, там, бла-бла-бла. Ну вот, прекрасно. Ну вот. Тут как бы более-менее понятно. Есть еще такая идея, последняя, наверное, что мы здесь реализуем. Хочется вычислять дефолтного автора по тексту. Это вообще говоря, ну, в смысле, не дефолтного, а если автор не передали, а текст передали, то хочется просто по тексту попробовать автора угадать. Вот. Ну, прикладная задача может быть довольно-таки сложная, вот, но у нас будет какой-нибудь тупой алгоритм, что, типа, гавкают только собаки, остальные все НЛО. Вот. И этого достаточно. Вот вопрос. Как бы нам здесь эту логику реализовать? Есть идеи? У меня должен быть некий метод, типа, getDefaultActor. Или даже давайте вот так вот, guessActor, да? Мы сюда передадим текст. Скажем, если текст, давайте даже, не знаю, более интеллектуально, как там вот так вот, да, то вернем, соответственно, собаку, но иначе вернем дефолт автор. Вот. Соответственно, вот здесь в авторе мы говорим guess, передаем сюда текст, и давайте, ну, не знаю, вот несколько вот этих вот переделаем на bark. Вот, теперь у нас doc в топе. Ну, вот здесь, да? Что довольно-таки логично. Последнее улучшение, которое можно здесь провести, вот обратите внимание, вот в этом вот методе self не используется в gesActor. Он используется только, чтобы получить автора дефолтного, а для этого, на самом деле, и класса достаточно. Поэтому мы можем, в принципе, смело сделать это методом класса. То есть, как бы, отвязаться, разрешить его в более свободном контексте вызывать. Это работает. Ну, вот такой пример. Если кому-то что-то непонятно, или кто-нибудь хочет, у кого-нибудь есть задумка, которая не понимает, как лезет в эту логику, можете набросить. Сейчас реализуем. Нет, все нормально? Ну, окей. А, мы еще бал-бал не проверили. Ну, ладно. Смотрите, значит, о чем мы дальше будем разговаривать? Обратили внимание, была такая история, что я вот здесь вот в классе чат-хистри-месседжес сделал типа приватным, ну, вот с этими подчеркиваниями, а вот здесь вот автор и тексты сделал публичным, чтобы их можно было снаружи читать. Вот. У этого подхода, в принципе, как, ну, известно, там еще и из других языков прогрессируем, есть большая проблема, что когда я захочу всем, кто у меня автора забирает, подсовывать его, например, там, не знаю, в треугольных скобках, там, или в квадратных, то я не смогу, потому что они уже напрямую входят в мой атрибут и как бы никак не перехватить мне вот это вот обращение и ничего не подсунуть. Поэтому, ну, общий, абсолютно стандартный для многих языков программирования прием состоит в том, что давайте вообще все атрибуты делать приватными, давать всегда публичный метод и говорить всем, как бы обращаться к методам, а мы, если надо, просто проксируем в атрибут, да, банально, либо делаем как-то более интеллектуально, если, ну, когда нам понадобится. Ну, вот, значит, ну, впитание это выглядело так, да, вот если я свой timeinterval переделаю и self, вернее, не переделаю и оставляю self-begin приватными, но хочу, чтобы пользователь этот begin-end мог получить, я ему даю метод getbegin, который тупо возвращает begin, и метод getend, который тупо возвращает end. Ничего интересного, в общем, да. Это работает. Вот я установил в begin 2016 год, вот я его получил. Вот. Что интересного здесь? Интересно то, что все это вранье, что я так что сказал. В питании этот принцип не действует. В питании, в отличие от, как бы, языков, где нельзя перехватить доступ к атрибуту, его перехватить можно. Поэтому, в принципе, можно не бояться давать пользователю доступ к атрибуту, потому что, когда вы захотите какую-то более сложную логику туда навесить, вы просто, ну, типа, перехватите доступ и будете делать какой-то код. Делать это элементарно с помощью декоратора property, пока вот нас только вот эта часть интересует. Я могу сказать, что begin — это property, и тогда все, кто просит просто точка begin, вот так вот обращаются, они на самом деле запускают вот эту вот процедуру, функцию, которая выполняется, и что она в return не вернула, то я пользователю возвращаю. Смотрите. Оп. Оп. Все. Вот в 2015 год залетел, в 2018 год вылетел. С точки зрения пользователя, он как будто просто атрибут читает. На самом деле, вот там вот такая функция под капотом. Поэтому я как бы могу не бояться, в любой момент, когда мне вот в этом месседже понадобится, вместо автора возвращать что-нибудь другое, я без всяких проблем напишу property. автор. Напишу сюда return self автор плюс, а там абы что, мне все равно что. Ну, единственное, что вот здесь вот придется поменять. Все, как бы без разницы. Я сейчас запущу, вон, видите, появилось, просто имена все поменялись на что-то, три точечки. Ну, вот эти три точечки. Вот, это прекрасно, очень удобно, поэтому можно абсолютно не бояться раздавать направо и налево доступ к своим атрибутам, потому что в случае чего можно его перехватить. Вот, почему это так работает и каким образом вообще можно все это сделать и как это осуществляется, мы на следующей лекции поговорим. Вот, соответственно, с помощью очень похожей магии можно к этому богину еще и setter добавить. То есть, если из этого же богина вызвать setter и еще раз объявить функцию с таким же именем, можно написать процедуру, которая принимает значение и устанавливает его. Вот, соответственно, если кто-то вызывает begin равно что-то, то вызывается уже та функция и меняет begin. Ну, вернее, она меняет по черту begin. Видите, они сейчас одинаковые. Вот, ну, в общем, вот этот декоратор property, как и декораторы class method, static method, вот те вот, это какие-то одни из самых первых в питоне, они прям вот, ну, самые-самые необходимые. Как бы, если вы сами никогда декораторы даже писать не будете, то этим вам все равно придется пользоваться, так или иначе, они очень клевые. Вот. Что еще про это сказать? Наверное, все. Что непонятно про property? Понятно, да, зачем это нужно? Ну вот, смотрите. Дальше история такая. Мы, есть так называемые магические методы в питоне. Это те, которые с двумя сторонами, с двух сторон окружены двумя подчеркиваниями. Например, вот этот тут и нет. Вот их достаточно много, мы будем говорить про них подробнее на лекции про метапрограммирование. Сейчас я просто поверхностно про несколько скажу, которые, ну, как бы вообще сдадут тон и дадут понять, зачем это все вообще надо. Смотрите, значит, вот у меня есть там какой-то свой, мой совершенно тривиальный тайм-интервал. Вот я его создал. И вот я прошу Юпитер вывести мне интервал и STR от интервала. И получаю вот такой вот tuple. В одном вот такая штука, в другом она же в кавычках. Ну, понятно, короче, почему, ну, как кавычки, это, ну, все строки, Юпитер показывает не в кавычках, а сам интервал он мне показывает вот в таком вот виде. Вопрос, откуда берется вот это представление? Что вот это вообще за штуковина? И могу ли я ей как-то управлять? Короче, да, могу. Когда Юпитер что-то мне показывает, он показывает мне не сам класс, понятное дело, потому что класс — это как бы нечто, какая-то абстракция. Вернее, не сам объект, да, это какая-то абстракция. Он показывает мне его строковую репрезентацию. Ей можно управлять с помощью метода REPR. Его можно заменить. Значит, смотрите, к REPR стандартное требование, чтобы он был максимально похож на питон-код или даже им являлся, чтобы то, что он выводил, можно было, ну, при необходимости, прямо в консоль скопировать, исполнить, и он такой же объект создат. Это, конечно, не всегда возможно для всяких баз данных, там, в общем, для каких-нибудь сокетов, там, коннекшенов куда-нибудь. Это невозможно, потому что коннекшен просто так не пересоздашь, а бы где. Но по возможности стараюсь этого правила придерживаться. Соответственно, я говорю, что наш REPR будет этот timeInterval и в скобках begin и end. Вернее, не begin и end, а тоже их репрезентация. Вот. И, смотрите, значит, я пересоздал. Давайте посмотрим, что получилось. Ничего не получилось. Простите. А, я знаю, да, в чем дело. Надо пересоздать сам интервал. Во, прекрасно. Значит, наша репрезентация теперь выглядит вот так вот очень-очень солидно. И более того, является валидным питон-кодом. Это можно скопировать куда-нибудь исполнить и получить вот эти вот там интервалы. Ну, собственно, можно попробовать. Ну, да, у нас там dateTime import не так, как считает эта штука. Ну, вот как бы это на самом деле не страшно. То есть требования непосредственного, чтобы оно исполнялось, нет, и это ни на что не повлияет. Но если это максимально подробно описывает то, как этот объект был создан и получен, это уже прекрасно. Вот. Помимо магического вот этого метода репр, есть еще магический метод str, str, типа строковое представление, что вообще говоря, конечно, по-русски от слов строковая репрезентация вообще ничем не отличается. Не знаю, короче, как это переводить. В общем, есть representation, а есть вот этот, типа, string form. str разрешено по соглашению возвращать просто что-то человекопонятное. Поэтому мы будем возвращать begin, стрелочка, end. Это хорошо и понятно. Заодно мы тут пофиксим такую багу, что вместо того, чтобы писать репр от чего-то, на самом деле можно написать просто self-begin, а внутри шаблона поставить представительный знак R. Это сигнал функции формат, что нужно репр вызывать у нее там под капотом. Она там обычная str вызывает, но если ее попросить, она вызовет для вас репр. Так что вот вместо такой формы использовать вот такую круче и лаконичнее. Давайте пересоздадим его и посмотрим. Вот. Теперь у нас репр вот такой вот изощренный. Юпитер нам его печатать по дефолту. А если мы попросим строковое представление, то получим строковое представление. Причем здесь строковое представление не только наше, но еще и строковое представление самих дат. Ой, вот это вот 201 год, это прекрасно. Где-то я там, конечно, на Вову, да. Вот здесь вот. Не знаю, каким образом, но циверка потерялась. Во, нормально. Вот. Соответственно, если вы работаете с каким-то классиком, вам может помочь репрезентация, особенно во всяких изощренных случаях, типа какой-нибудь exception вылетел, про какой-то объект упомянул, а вы видите в этом влоге что-то вот такое. И чего? Какой там интервал? Что такое 10863F518? Ну, понять невозможно. А если у нас представление вот такое симпатичное, то по логу можно много чего узнать. Ну, это как бы вполне логичное стремление. Таких магических методов на самом деле, помимо вот этих вот репрестер их целая пачка, там на всякое сравнение, получение там по индексу элементов, что угодно. В общем, там все, что можно переопределить, можно переопределить. Но мы об этом в другой раз поговорим. Пока вот просто имейте в виду, что это в принципе возможно. Вот. Отдельный топик совершенно, который я уже несколько раз упоминал, но про который в деталях не говорил, это наследование. Это один из таких типа столпов объектно-ориентированного программирования, хотя, честно говоря, ну, по-моему, это некое привлечение. Не такое, что там значительное место занимает. Но смысл в том, что если вы создаете класс, описываете класс, вы можете унаследовать описание другого класса. Вы можете сказать, я хочу сделать новый класс на основе вот того предыдущего. Унаследоваться от него, добавить метод, например, или поменять какой-нибудь метод, а остальное типа все как у них. Вот такая вот штука. И мы сейчас, чтобы продемонстрировать эту идею, мы будем писать новый класс. У нас был тайм-интервал. Это, как это называется, это во времени промежуток от какой-то одной точки до другой, вот конкретно, да, кусочек. А тайм-эмонт это просто некое количество времени. Такое более абстрактное понятие. Типа, у меня просто 30 минут. Не откуда-то, докуда-то, а вообще у меня вот 30 минут. Даже не обязательно одним куском. Как бы все просто вот. Тут пытливый читатель догадался, что тайм-эмонт это вообще говоря базовое понятие для тайм-интервалов, потому что тайм-интервал это более конкретная реализация вот этого принципа. То есть есть абстрактное количество времени, а есть количество времени, выраженное конкретным отрезком во времени от и до. Ну в общем, что такое тайм-эмонт? Тайм-эмонт будет принимать обычную тайм-дельту на вход, сохранять ее. Если попросить ее вернуть длину, он эту дельту и будет возвращать, потому что длина это и есть дельта. И тут будет такой волшебный метод enough for, который будет принимать другую дельту и говорить, достаточно или этого времени, чтобы то действие длиной another delta совершить. Ну понятно, что это просто результат тупого сравнения одной дельты с другой. То есть если я создал тайм-эмонт 20 минут, то это enough for 10 минут, и это не enough for 40. Ну вот, значит, создали этот тайм-эмонт, вот, создали 42-секундную, 42-секундный тайм-эмонт и его enough for 32-секундное какое-то событие. Ну понятно, да? Вот, ну и, конечно же, как я уже говорил, наш тайм-эмонт это частный случай этого тайм-эмонта, поэтому мы можем смело от него наследоваться. Чтобы от наследоваться от чего-то, нужно просто в скобках указать список родителей. Да, в питоне множественное наследование, поэтому я здесь указываю один, но на самом деле можно много. Ну вот, и, соответственно, что мне надо перевелить? Мне надо перевелить конструктор, что так себе практика. Мне нужно переопределить то, как получается длина, потому что длина у меня в том классе это было возвратить дельту, у меня тут никакой дельты нет. Ну и все, и с этим можно работать. Но на самом деле там есть небольшой баг. Смотрите, что произошло. Я создал свой тайм-интервал, позвал из него enough for, потому что этот метод определен в родителе, но он упал с ошибкой, что он не знает, что такое подчерк дельта. Да, дело в том, что enough for не надо ходить в дельту, enough for надо спрашивать свою длину. Это позволит дочерним классам эту длину переопределять. Ну, то есть мы переопределили, как считается длина у нас в нашем тайм-интервале, и это дало нам возможность абсолютно бесплатно, ничего не делая, пользоваться методом enough for. Оп. Оп. True. То есть есть некий базовый метод enough for, который говорит, я сравню твою длину с аргументом, а как ты тут длину будешь мне определять, мне вообще говоря, все равно. Типа, решай сам. Ну вот мы решили сами, что у нас будет вот так, и абсолютно бесплатно получили enough for. То есть видите, вот этот amount, это на самом деле time-интервел наш родной. Вот. Есть такая, ну вот в связи с этим сказанным, нужно вспомнить, есть такое понятие типа абстрактный класс. Это класс, который сам по себе неполноценен, а классом не является, а слушает только для того, чтобы от него наследоваться и его доопределять. То есть я до этого говорил, что я хочу сделать свой класс на основе каких-то других, так вот есть специальные такие основы, которые сами по себе не являются совершенным классом, которые только для этого и существуют. типа шаблоны такие, да, недописанные классы, от которых вы наследуетесь и дописываете. Вот. Ну вот, соответственно, мы можем создать такой абстрактный time amount, который не знает, как вычислять свою длину, но содержит метод enough for, вот этот самый. И чтобы никто, значит, никому не показалось, что этот абстрактный time amount можно использовать сам по себе, сейчас, пардон. Мы пометим этот метод как абстрактный. Абстрактный — это значит, что у него нет реализации, а класс, содержащая абстрактные методы, не может создавать объекты, потому что эти объекты будут неполноценны у них, типа есть метод, который не содержит реализации, это странно. Ну, в общем, чтобы это все работало, нужно, во-первых, установить классу мета-класс abcmeta, что это такое, пока вообще не важно знать. Это в следующий раз. То есть нужно вот некую магию вот здесь написать, и нужно пометить декоратором getLength, декоратором абстракт метод, пометить метод getLength, чтобы сказать, что это вот он абстрактный. Вот. Соответственно, ну и на следовании, вы понимаете, да, как будет работать? Мы сюда просто пишем вот свой там timeInterval. скажем, ты у нас должен быть созданным на основе вот этого абстракт timeAmount'а и что-то сюда там написать, какое-то тело, которое доопределит этот getLength и будет работать. Ну, собственно, как вот здесь. Можно, можно прямо вот это все скопировать. Абстракт timeAmount по-прежнему создать нельзя, а вот timeInterval создать очень даже можно. Ну, да, только рассказать, типа, откуда-докуда, но при этом тут должны быть dateTime'ы. Ну, не будем этим еще заниматься, неважно. Ну, вот. Как я уже сказал, в питоне есть множественное наследование, то есть можно в скобочках указать не один класс, а несколько. Вот так вот. Классический пример, на котором множественное наследование часто рассматривают, это input-output-stream. То есть, понимаете, да, есть входной поток, есть выходной поток, а есть класс потока, который поддерживает и те операции, и другие, которые можно и читать, и писать. Ну, таких потоков, на самом деле, навалом, это всякие сокеты, там, всякое такое прочее. Вот. Ну, соответственно, смотрите, у меня у input-stream'а есть метод read, который какую-то строчку возвращает, есть у output-stream'а есть метод write, который принимает строчку и говорит, что все записано, ну, и, соответственно, есть их комбинация. Вот из этой комбинации можно возвращать, ну, вызывать что угодно, и писать, и читать, все прекрасно. Тут должен возникнуть вопрос, если у, значит, у объекта вызывается метод или, там, получается атрибут, и у него его нет, он его, естественно, ищет среди родителей. Вот вопрос в том, в каком порядке он это делает. Если у него родители один, вопросов нет. Он просто обращается к родителю, тот к своему, тот к своему, тот к своему, и так далее, до бесконечности, как бы никого этот вопрос особо не заботит. Что же делать, если у него два родителя? В каком порядке он их будет обходить? Ну, сначала первый. Сначала все он, который он следует, а потом их родит. Ну, вот, да, ты отвечаешь на более широкий вопрос, на самом деле, на то, как вообще в произвольном варианте, а ты отвечаешь на вопрос, что будет вот конкретно здесь. Да, конкретно здесь он просто слева направо пойдет. Он сначала в первый, потом во второй. Чтобы увидеть вот этот вот список, в каком порядке он это делает, можно обратиться к методу MRO, метод Resolution Order, там будет прям написано. Я сначала поищу в себе, потом в Input, потом в Output, потом в Object, в самом, что ни на есть, базовом. Вот. Ну, это довольно-таки очевидно. Проблема начинается, когда мы создадим базовый класс, который будет общий для вот этих двух. И для Input Stream, и для Output Stream. Тогда у нас картинка такая рамбом станет, да, у нас будет Input, Output Stream от Input и от Output, а они обратно только от Streamа замкнутся. Ну, тут точно так же, на самом деле, как они на Object замкнуты, но это просто не совсем очевидно. Значит, смотрите, я здесь напишу Stream, здесь напишу Stream, вот. и вот в таком контексте, как я это все выразил, проблем нет. Проблемы, знаете, когда начнутся, если я, например, если я, например, здесь определю, ну, по той или иной причине, right, который будет, значит, принимать текст, ну, например, возвращать в false, типа в меня писать нельзя, да. Смотрите, если поиск производится рекурсивно, то есть каждый обращается к своему родителю, тот к своим родителям, тот к своим, а потом к следующему родителю идти рекурсируем, то получится следующее. Я обращусь сначала к Input Stream, он не найдет у себя write, он пойдет в Input Stream, он не найдет у себя write, тот пойдет в своего родителя, в Stream, тот найдет у себя write, вернет false, и все упадет с ошибкой, типа запись не поддерживается. Что, вообще говоря, абсурд, потому что у меня есть более конкретный Output Stream, который поддерживает запись. И он более конкретный, потому что он по уровню вложенности, он сам наследник стрима, он более низко. Поэтому вот этот вот принцип простой рекурсии, он здесь не работает, метод обходится не так, а обходится вот так, как говорил ваш коллега, они обходятся по слоям фактически. То есть сначала, ну там алгоритм такой, вы переходите к своему очередному родителю, от него пытаетесь перейти к более высокому родителю, но прежде проверяете, а все ли его детишки уже обойдены. Если нет, то возвращаетесь. Поэтому у нас получается порядок Input-Output, Stream, Input-Output, потом Stream, потом Omri. В общем, довольно-таки подробно, с дикими примерами, шестиэтажными, все это описано вот в этой статье на Хабре, там картинки такие, от которых можно с ума сойти, там как типа, я унаследован от А, от Б, он от С, а еще и я напрямую от С, там или что-нибудь такое. Ну там в общем, до какой-то меры, там как вам кольцевые зависимости делать нельзя, потому что питом прям рубнется, он скажет, все, как бы остановись, ты тут что-то придумал. Но какие-то вот такого плана безумные картинки рисовать можно, и там в общем подробно описано, что это и как, как этот алгоритм реализован, и все такое прочее. Вот. Но что вам надо знать, это что как бы обычно этот МРО делает то, что вы имеете в виду. Вот. В отличие вот от того рекурсивного, тупого алгоритма обхода дерева. Вот. Еще несколько вещей, слабо между собой связанных. Есть такая штука, как называется name tuple. Это довольно-таки, это функция из стандартной библиотеки, она довольно-таки уникальна тем, что она возвращает класс. То есть она за вас клепает классы. Если вам лень писать, значит, что такое tuple, вы понимаете, да? Это просто константной длины, неизменяемый вот, типа списочек, в котором вы помещаете. Вот этот вот наш любимый месседж вполне мог бы быть тупым из двух элементов. Текст и автор. Вот. Если бы мы хотели, чтобы он был именован, а мы хотели, чтобы он был именован, мы могли бы воспользоваться named tuple, у которого был бы, ну, как бы точно та же история, было бы два поля, просто у них еще были бы имена, к которым можно было бы вот так вот обращаться. Соответственно, если мы хотим, чтобы timeinterval, это было просто два значения begin and именованных, мы можем создать класс timeinterval, просто вызвав name tuple. Name tuple вы должны передать класс, пардон, имя создаваемого класса, желательно, чтобы оно было такой же, как переменная, в которой вы все присваиваете, и список атрибутов, которые вы хотите в нем видеть. Все, после этого его можно создать и им пользоваться. Единственное, что вы понимаете, tuple неизменяемый, name tuple тоже неизменяемый, то есть interval begin можно написать, interval end можно написать, interval end равно 2 написать нельзя. Вот. Если вы хотите вот в этот вот timeinterval еще добавить методов, то есть вы хотите, чтобы он функционировал как name tuple, но еще что-то умел, например, getLength, то вы можете сделать ход конем, вы можете создать этот name tuple и сразу от него унаследоваться. То есть, ну, вообще говоря, можно было бы сделать, типа, вот, какой-нибудь там base time interval равно та-та-та, и от этого base time interval унаследоваться, да, вот так вот. Но можно не тратить переменные, а прямо это сюда вписать. Ну, вот теперь у меня есть timeinterval, который обычный name tuple, который поддерживает begin end, но я в него еще и свой метод добавил. Работает, видите? Вот. Ну, это, короче, вот такая форма, она действительно очень полезна для тривиальных классов, которых особо ничего нет, для которых набор атрибутов, там, заранее известен, там, ничего они такого особо не делают. Это так называемый, типа, дата-классы, вот, как-нибудь так они называются обычно. Ну, типа, простые структуры C-шные вот такого плана, да, то есть такие классы на самом деле достаточно часто встречаются. Вот. Когда... Есть вот такой признак, когда им пора пользоваться, если вы видите, что вы снова и снова из методов в метод передаете один и тот же набор атрибутов, типа, вот, например, какой-нибудь, ну, какие-то полярные координаты, типа, угол и радиус, угол и радиус, угол и радиус. Вам, как же, пора завести name tuple полярная координата, как бы, туда это сложить и передавать. Можно и не named tuple, но если вы создаете обычный tuple, то у вас по всему коду будут разбросаны вызовы типа 0, ну, типа, tuple 0, tuple 1, что за 0, что за 1, кто из них угол, кто из них радиус, я уже не знаю. Поэтому лучше, ну, как бы, именованные использовать, это обычно практичнее. Вот. Самую малость про... Ну, у нас будет целая лекция про метапрограммирование. Я там расскажу, в первую очередь, что такое метапрограммирование. Но сейчас вот немножко прикоснемся. Я расскажу, как на ходу в эти классы и объекты, все, что мы, чем мы пользуемся, как можно прямо из кода программы в них смотреть, анализировать, и что-то из них там вот расковыривать более высокоуровневое. Значит, вот я создал объект, как я уже говорил, с помощью функции type можно узнать ее класс. И если вы хотите... Но, если вы хотите проверить, что объект является классом каким-то, то простой знак равно вам не подойдет, потому что смотрите, стрим, который input-output-stream, он вообще говоря, является объектом output-streamа в том смысле, что он весь его интерфейс поддерживает, он даже более конкретный. Но, если вы сравните знаков равно, и вы, естественно, получите false, потому что, ну, output-stream и input-out-stream это все-таки разные вещи. Поэтому вам правильно использовать вот этот вот из инстанса, который я уже упоминал. Если вот этот объект является классом, вот, если вот этот объект является объектом вот этого класса или класса какого-нибудь родителя, то вернется true. Соответственно, для object всегда возвращается true, потому что все так или иначе от object унаследовано неявным образом. Если вы, интересно, можно из вот этого магического атрибута подчерк-подчерк-класс напрямую класс вытянуть. Но это обычно то же самое, что вызывает type. А вот с помощью подчерк-подчерк-бэйзов, подчерк-подчерк, можно узнать список родителей. И это может быть довольно-таки небесполезно для всякой там отладки и ковыряния в кишках. Если вы, конечно, ну, типа, в самом коде программы это обычно не применяется, только если вы какую-то вот магию не делаете. Но когда вы с чем-то разбираетесь, такое может быть очень полезно. То есть вам вылетает какой-то безумный эксепшен, вообще не понимаете, откуда он прилетел и не можете даже понять, вы берете, копируете, как-то его создаете у себя там в консольке. Правда, вам все равно надо знать, какой импорт сделать. Ну и можно, в общем, посмотреть, какие у него там родители. Очень удобно. Вот. И есть еще вот такой волшебный атрибут дикт, в котором можно посмотреть все атрибуты и их значения, которые внутри объекта содержатся. Вот. Это тоже довольно-таки полезно для всяких там отладок, потому что вы не очень понимаете, что это за объект к вам прилетает, что он умеет, что он не умеет. Вы можете всегда позвать вот такой дикт и посмотреть прям список методов, там, значений всех, которые внутри содержатся, и всякое такое. Ну, в общем, если вы отладчиком ковыряетесь там в почарме, то все вот это вот может полезным оказаться. Смотрите, ну, я, в общем, про множественное исследование рассказал, вы поняли, что там есть никакие проблемы. И чтобы вот об этом обо всем не думать и голосе не забивать, есть такой механизм, такое понятие, как миксин. Миксин — это классик, который не создан для того, чтобы вообще самостоятельно существовать и самостоятельно работать, а просто содержит несколько атрибутов, которые вместе живут, имеют вместе смысл и хорошо годятся для того, чтобы куда-то подмешиваться в какой-то другой класс. Вот, например, смотрите, вот у меня есть begin-end-mixin. Это просто значит, три сущности. Это два метода getDefaultBegin и getDefaultEnd. И с ними еще ездит DefaultBegin большими буквами, чтобы он из getDefaultBegin вызывался. Всем абсолютно классам на свете, не только моему time-intervall, а вообще всем, кому интересно иметь дефолтный богин и дефолтный end, чего угодно вообще в каком угодно виде, они могут вот это себе забрать все единым куском. Для этого они просто наследуются от этого begin-end-mixin и все, к чему надо обращаются через self, но это нетрадиционное наследование, оно используется не в том смысле, в каком обычно используется наследование, что я типа уточняю что-то. Тут я ничего не уточняю, а просто к себе забираю под крыло вот этот кусок. Вот, соответственно, это позволяет решить очень часто проблему с множественным наследованием. То есть, вместо того, чтобы устраивать какую-то там иерархию, можно просто взять, создать свой класс, наклепать вот из готовых кусков, а тот другой класс наклепать из других каких-то готовых кусков. Мы частично пересекаемся, частично не пересекаемся, но нам вообще, говорят, плевать. Вот, если mixin'у между собой не наследовать, то ромба не получается, вообще все прекрасно. Но даже если наследовать, то очень часто все получается хорошо. В питоне, как я уже сказал, но может быть не явно, никаких mixin'ов синтаксически нет, они есть только идеологически. То есть, можно назвать класс что-то там mixin и использовать как mixin, а можно назвать его по-другому использовать как mixin, а можно назвать его mixin и использовать не как mixin, если вы почему-то недостаточно страдаете. Не знаю. В общем, ну видите, короче, я выделил begin and mixin, подмешал себе в time interval и у меня по-прежнему все работает, как будто бы это все содержится прямо в моем time interval и никаких проблем с этим нет. Вот, где-то там в начале лекции я говорил, что в питоне нет возможности объявить список атрибутов. Я, как обычно, брал, есть возможность, есть специальный магический атрибут slots, в него можно записать список атрибутов, какие вы хотите, чтобы в вашем объекте были, и тогда в вашем атрибуте вместо подчерк-подчерк дикта будут все эти атрибуты храниться непосредственно. То есть обычно они хранятся все в дикте, поэтому их можно добавлять, удалять, с ними там что хочешь сделать. Если вы их предобъявили с помощью slots, их нельзя больше добавлять, можно использовать только эти. Вот, есть, правда, хак, можно сюда же добавить и дикт тоже. Тогда у вас будут и как бы экономные, то есть это все нужно для того, чтобы память экономить, понятное дело. В этом случае у вас будет и гибкость, и экономия. Ну, в общем, понятно, что вот я попытался xxx создать, не создается, потому что слот. Смотрите, есть разные практики и взгляды на этот счет. Кто-то любит слот объявлять направо и налево, потому что практически всегда, на самом деле, список атрибутов не меняется во время жизни объекта, а даже если меняется, можно всегда написать там нам и потом туда чем-нибудь закинуть, не проблема. Мне, я не очень люблю объявлять слот направо и налево, пока этого не требует производительность, просто потому что мне и так вот этот вот здесь надо написать, вот здесь надо написать, вот здесь надо все это перечислить. Ну, то есть, и так создание класса в питоне без специальных там каких-то средств, оно и так достаточно такое многословное. Мне все это нужно подробно, раз за разом ему объяснять, что прими вот эти атрибуты, разложи их, в общем, все это и так, и так уже долго, еще вот еще вот раз сюда вписывать, это кошмар. Вот, это занудно, ну, и как бы несколько избыточно повторять здесь, вот здесь, то, что и так написано вот здесь. Поэтому я как бы считаю, что слотс надо применять так, как его, собственно, и рекламируют в доке как средство оптимизации, но не как средство объявления. Вот, если вы пришли из какого-нибудь там плюсового бэкграунда, вам, наверное, так будет привычнее, потому что у вас должен ломаться мозг, типа, как это нет списка атрибутов? Ну, вот так вот. Ничего страшного. Ну, в смысле, он есть, он на самом деле почти всегда в конструкторе. Если вы, конечно, объявили, ой, размазали объявление своих атрибутов по 100 методам в классе, ну, как бы, ой. Все, на этом про ОП арка закончена. Надо понимать, что я рассказал какие-то вот основные столпы, вы ведь даже могли обратить внимание, что были несколько не связаны между собой вещи, особенно в конце. Это вот просто такие элементы, с которыми вы, скорее всего, встретитесь, между ними целый океан, там еще всяких подробностей, животрепещущих, всяких непонятных магических методов. Мы что-то с вами пройдем на следующей лекции, что-то вообще мы вам никогда не расскажем, потому что там этого навалом. Ну, как бы, это так и задумано, вам просто надо быть готовым, потому что, ну, вот есть, как бы, некий каркас, а да, внутри там куча всякого мяса, куча всяких странных штук. То есть вы еще там встретитесь с тем, что там в телеклассе может быть написано что-нибудь там, типа, ой, оп, вот так. И вот этот кредит метод, это какая-то функция где-то там, который возвращает функцию, эта функция остается в телекласса с именем M и превращается оба-на в метод M, потому что все функции, которые объявлены в телекласса, они становятся методами. Даже если они объявлены не с помощью def, а с помощью просто знака равно. Ну, то есть, или вот более тривиальный пример это оп, я создал метод, ну, то есть, не, на самом деле, self тут надо. Я создал метод x, как бы, только что, потому что для питона, что вот так объявлять функции, что вот так, как бы, разницы нет. Ну, в общем, про всякие вот такие штуки я не рассказываю или рассказываю в следующий раз, потому что, ну, как бы, все не охватить. Но вам надо быть готовым, что, как бы, там есть еще кое-что. И, в принципе, как бы, по моему опыту не стоит пугаться вообще никакой магии в питоне, она вся, на самом деле, довольно-таки прозрачна. То есть, если вы видите безумную штуку и думаете, вау, что это, то, скорее всего, ответ состоит из двух абзацев в доке. Вот, как бы, ничего там, такого нет. В питоне нету никаких механизмов, которые бы под собой, ну, короче, которые были прям сложены в объяснении и в понимании. Они обычно могут быть слегка хитры, но не более того. Смотрите, последнее, о чем мы должны поговорить, это юнит-тестирование. Вот, и в стандартном, в стандартной библиотеке питонящей есть модуль для написания юнит-тестов, он называется юнит-тест. Вот, он является наследником довольно-таки старой идеи, который там тянется еще из других языков, это так называемый ex-unit-подобный фрамворк. ex-unit. Вот, он там в джаве называется j-unit, там в плюсах cpp-unit и все такое. Вот, и здесь такой точно есть, причем он настолько буквально был в свое время скопирован из джавы, что у него в интерфейсе даже остались методы camel-кейсом. Причем, ну, вы должны знать, что сейчас уже приняли стандарт уже сто лет назад, как писать код на питоне, и там прямо сказано никакого camel-кейса в именах методов, а там он есть, прямо в стандартной библиотеке, так же, как в логере, кстати, потому что его тоже копировали из джавы. Ну, в общем, legacy, оно такое. Ну, вот, и почему я, собственно, рассказываю в этой лекции, почему в конце, потому что он сам объектно-ориентированный, то есть там все тесты, они, ну, короче, каждый тест, это метод в соответствующем классе, и вот все вокруг этого вертится. Вот, я вам сейчас буквально в двух словах покажу, как все это работает. Опять же, там есть миллион способов делать сложные магические штуки, мы ничего такого делать не хотим, это все познается в просто станка, скажем так. Сейчас я просто, ну, в двух словах расскажу, как это вообще работает, и на этом мы с вами успешно закончим. Смотрите, вот есть этот тайм-интервал, который мы с вами упорно писали последние два часа, здесь все собрано, что мы там более-менее делали. О, здесь репер неисправили, неисправленные, кстати, во, можно, оп, оп, сейчас поправить. Ну вот, так, в принципе, здесь все нормально. К нему есть тест, тест, значит, тесты классически лежат в папке tests, и имеют имя test, подчерк, что-то там, точка, пай, ну, что-то там, это обычно имя модуля, который вы и тестируете. Значит, смотрите, в чем идея? у меня вот здесь уже есть наметки. Значит, чтобы создать тест, вы должны, первое, сделать класс и унаследовать его от базового тест кейса. Вот от класса тест кейс в модуле объединит тест. В таком классе все методы, которые называются тест, подчерк, что-то, станут тестовыми методами. И когда вы запустите вот этот механизм запуска тестов, он сам найдет все классы, в них сам найдет все методы и все их позапускает. Здесь есть единственный метод, который тестирует строковое представление. Он говорит, что, значит, создается интервал обычный в 17-18 год, и потом с помощью self.assert-equal сравнивается, что этот интервал он вот такой. Значит, смотрите, что нам здесь нужно знать. Во-первых, в этом self-е, понятно, унаследованное от unit test кейс, есть десятки разных методов assert что-то. То есть assert-equal, assert-false, assert-true, assert-in, в общем, что угодно. Там их очень-очень много. Если у вас какой-нибудь пайчарм или другой умный редактор, то он вам их там подскажет прекрасно и увидит весь этот список, которого монитора не хватит. Если нет, то надо только просто открыть, что, возможно, даже проще. Вот. Второй момент. В питоне как-то очень плохо определенно порядок, в котором надо перечислять здесь, что должно быть, чему равно, потому что, ну, когда... Сейчас я вам сейчас покажу, смотрите. Значит, как тесты запускаются. Здесь они запускаются. А, я не сделал их, неважно. Есть разный способ запуска тестов. Можно либо вот их юнитестом запускать, либо есть сторонний модуль называется PyTest. У него свой синтакс для написания тестов, но их утилита для запуска умеет запускать и классические вот эти вот тест-кейсы. Вообще, это вот, ну, PyTest — это, в принципе, наверное, шаг вперед, и стоит им пользоваться и как бы забить, наверное, на юнит-тест, но я все равно не могу при него не рискать, потому что это типа такой суперклассический подход, который вообще во всем мире используется. Вы это так или иначе еще сто раз увидите. Ну, и PyTest, видимо, еще сто раз увидеть, если будете этим заниматься. Ну, в общем, вот я его запускаю. Он мне говорит, запустил один тест, все, за ноль секунд, все хорошо, все работает. Смотрите, если я здесь что-нибудь испорчу, то он мне честно скажет, типа, ой, знаете, вот что-то у вас не срослось. У вас вот такая строчка и такая разная, потому что вот здесь вот пробел, а вот здесь вот подчеркивание. Так вот тот же PyTest, он напишет не просто, что они неравны, он напишет, что вы хотели то-то, а получилось то-то. И вот что из этого хотели, а что получилось в разных языках и в разных фреймворках по-разному устроено. Вот в Java классически вот так. Сначала что должно быть, а потом что получилось. Вот, в Perle, например, наоборот. А здесь вообще недетерминированно и, по-моему, в PyTest и настраивается. Поэтому как бы оставим как есть. Я всю жизнь писал вот так, нет, вот так. Сейчас начал писать вот так, потому что где-то в каком-то проекте у нас так заведено. Ну, в общем, без разницы. Но просто об этом надо помнить. Значит, смотрите, давайте добавим сюда один тестик, просто чтобы понять, как это работает. Давайте потестим init. Назовем test init. Значит, точно так же создадим здесь интервал и после того, как мы его создали, убедимся, что он создался таким, как мы его хотели видеть. Для этого не постесняемся и залезем прямо в приватный атрибут. Обычно в приватный атрибут и ловить плохо, но в тесте, который прям брат, ну, то есть этот тест прям этого класса. Они как бы в этом смысле братья, друзья, навек, и ничего страшного, если один знает про начинку другого. Возьмем этот self-assert equal. скажем, вы знаете, как бы dateTime 2017 1.1 это должно быть то, что получается из интервал begin. Давайте проверим, работает этот элемент. Не, не работает. А, потому что мы там не починили. Ну, бывает. вот, отлично. Он говорит, запустил два теста, все хорошо. Ну, и, соответственно, давайте еще один кейс добавим. Скажем, что end это тоже 17-й год. Ну, он, естественно, не 17-й. Он говорит, нет ничего подобного. 18-й. Говорит, запустил два теста и сломался. Правильно, здесь 17-й год на 18-й. И все хорошо. Что здесь может быть странным? Здесь странно, что у нас вот этот интервал абсолютно единым образом создается и здесь, и здесь. Вот. И это очень кстати, потому что как раз я могу показать механизм, ради чего вообще все это затеяно. Что в этом тест-кейсе такого, чего мы не могли бы сделать сами. Ну, тут там много разных механизмов, которые между собой как-то связаны, но один из них это механизм сетапов. Сетап это такой специальный волшебный метод, который вызывается перед каждым тестом. Не перед всем классом, не вначале, это не init. Он вызывается перед каждым тестом. Это, ну, вот эта повторяемость она нужна для того, чтобы тесты были изолированы. Потому что, если я создам что-то один раз на весь класс, то есть шанс, что один тест это испортит, а другой от этого падать начнет. Поэтому вот этот вот сетап он раз за разом накатывается. Что мы здесь делаем правильно? Мы возьмем и скажем, давай-ка мы в self-interval создадим вот такой интервал и положим. один раз и навсегда. И везде потом будем пользоваться именно им. И вот здесь как раз очень логично, если бы этот self-interval создавался один раз в начале класса, то кто-то из тестов мог бы его испортить и остальные бы попадали. А так он на самом деле запуск происходит, как происходит? Setup, test init, setup, test str, setup, следующий тест и так далее. Оп. Ну вот, да, вот примерно такая история. Помимо сетапа есть метод teardown, который после каждого теста запускается. Обычно нужен, чтобы там всякие файлы в дескрипте разокрывать, ну и всякое такое. Понятное дело, пустая строчка потерялась. Есть еще ряд всякой магии. И там же, например, в этой библиотеке Unitest, о чем я сейчас на чем не буду останавливаться, есть всякие, вот он даже здесь упомянут, сотрем его. Есть, короче, всякие средства для того, чтобы временно подделывать куски кода. Ну, например, вы тестируете какой-нибудь код, который в базу ходит. И вы можете взять и подделать функцию, которая в базу ходит, там, подменить ее на пустышку или что-нибудь такое. Там вот такие всякие средства есть. Вот. Где, какими пользоваться, это как бы тема для вообще отдельной лекции и, может быть, достаточно много копий сломано, и можно там всякие статьи почитать, но у меня есть даже доклад, с которым я время от времени езжу по всяким местам, где я рассказываю, что все эти ваши статьи, в них все очень плохо и надо делать не так, и что они полны проблем и противоречий. И пока я пытался научиться нормально писать Unitest, следуя этим книжками и статьям, я чуть с ума не сошел. Вот. Поэтому, ну, общая рекомендация в том, что, в общем, весьма скептически к этому ко всему относитесь. Идей там полно хороших, но там слишком все какое-то сырое я бы сказал. Ну вот. На этом, наверное, все принципиально. Я готов на какие-то вопросы ответить, про домашку рассказать и всякое такое прочее. Про домашку. Про домашку. Про домашку. Какая-то лекция? Третью. Ну вот, с этой лекции задают... Не-не-не-не. Это не гольф. Мы их меняем. Я писал в чатик. Смотрите, там, какая история у нас, ну, размеченные там с прошлого семестра домашки по названиям. И мы их по мере приближения к ним меняем. Вот. Я ее поменяю обязательно сегодня там или на днях. Вот. И ее вам скину в чат, какую надо делать. Про гольф. Она, в общем, была ничего, но она мне не очень понравилась тем, что там было слишком много какой-то муторной, не имеющей отношения к делу и бизнес-логике. Поэтому, как бы, у меня есть другая задачка. Вот. Я вам обязательно ее скину. Она чуть более такая, в общем, любопытная. Сейчас. Господи, что делать надо было. О, боже мой. У меня было просто несколько идей. Я не помню, какую я в итоге вбросил. А, я вспомнил. Короче, смысл в следующем. У вас есть объект. Вот у нас был отчат history, а у вас есть типа текст history. У вас есть объект, который знает про некий текстовый файл и ему на вход div залетает. Говорят, добавь текст, удали текст, замени текст, добавь, замени, замени, удали, замени. Он это к тексту все применяет и в любой момент знает, значит, какая вот итоговая версия и помнит всю историю с версиями там и все такое. И может в любой момент выдать там кусок defa с любого места до любого. Но это нужно, вообще-то подобная штука нужна там, если вы у вас какое-нибудь там пошаренное редактирование файла, вы на сервере сидите, принимаете от всех этих версий, а потом какой-нибудь клиент там, который лагал приходит и говорит, ой-ой-ой, я тут отстал, я 15-й версии, ну-ка меня долистай до конца. Ты ему оп, пачку изменений, он там у себя их применяет на своей стороне. У него там, видим, какая-то такая же либо тоже, которая дипы накатывает. Ну вот, и в общем, короче, вам надо поддерживать вот такой класс, который все это делает, но все было бы достаточно просто и легко, если можно было просто помнить список изменений и засылать. Но дело в том, что хотелось бы, конечно, что-то оптимизировать. Если вы, например, знаете, что действие было добавь букву А, добавь букву Б, добавь букву С, добавь букву Д, вы можете смело клиенту говорить, что разница между этими четырьми версиями это не четыре команды, а одна, добавь ABCD. Ну вот, вот такого плана. Соответственно, там, короче, есть довольно-таки развесистые, там, подробные, насколько я смог написать тесты на вот этот костяк, а на оптимизации никаких тестов нет, потому что я не знаю, какие оптимизации вы придумаете. Нужно придумать по две каждому, желательно разные, вот, и реализовать, и прислать мне. Вот. Желательно не всем, конечно. Вот. Смотрите, мы там уже кого-то поймали на том, что кто-то там одинаковые работы сдаёт. Не надо так делать. Это, в общем, как это называется, ну, в общем, на самом деле, все, ну, вообще вся история про, ну, лекционный материал, она, как ни крути, не такая интересная, как, собственно, сдача домашек. Потому что, ну, питоны, это всё-таки не какая-то там непонятная вчера открытая штуковина. В интернете миллион материалов про питон. Всё это можно прочесть и изучить одному, а как бы ответы на вопросы получить, это гораздо интереснее. Поэтому, если вы сами кропотливо собрали вот эту свою домашечку, прислали преподавателю, а он её разнёс в пух и прах, вот тут-то образование и происходит. То есть, на самом деле, надо как бы именно так действовать. Совершенно ясно, что, как бы, просто узнать, как класс-метод объявлять, да ну, бросьте. Ну, вы без меня бы справились, я вас уверяю, с запросом в гугле на любимом вашем языке, там, будь то русский, чешский или английский. Ну, то есть, там уже всё просто рассказано 10 раз. Ну, всё, если вопросов нет, то я вам пришлю домашку, можете, ну, можно по хистере найти, я её комиссом на этой неделе. Всё, счастливо.